Проверка системы на вымышленном Иване Иванове. База данных запрашивает фамилию, имя и отчество, дату рождения, номер свидетельства о рождении и детский садик по выбору, или 2-3. Несколько секунд и ребенок получает еще один документ, регистрационный номер, своего рода путевку в детский садик. Наш Ваня Иванов получил номер 1537. Столько малышей зарегистрировали родители в этом году. Нам принципиально важно, чтобы каждый родитель понимал, как работает электронная очередь, и наши специалисты вам это уже показали. И важно то, что уже в течение двух недель родители смогут записаться на очередь в детский сад, то есть встать на учет, не выходя из дома, используя услуги интернета. По номеру на сайте управления образования можно следить за продвижением очереди. Некоторые задают вопрос, а как нам увидеть всю очередь и почему она не идет, ну скажем так, чуть ли не в алфавитном порядке. Дело в том, что при формировании очереди используются персональные данные ребенка и его родители. И поскольку эта информация является конфиденциальной, конечно, мы не можем ее представить на всеобщее обозрение. Очередь меняется. Часто родители допускают ошибки в данных или уже зарегистрированных деток увозят в другие города. Когда стали работать в ручном режиме, проверять, то выяснилось очень много задвоений. К примеру, ребенка записали в одном детском саду. Наталья, в другом Наталья. С одной и той же фамилией, с той же датой рождения. Но это получается два разных ребенка. А если он стал на очереди в нескольких детских садах и где-то по-разному было написано его имя, это получается пять дополнительных детей. Либо фамилия, где-то две Н, где-то есть мягкий знак, где-то окончание Е, где-то окончание Я. Вот это все у одного ребенка может вызвать задвоение. И один и тот же ребенок, у нас практически программа, просчитывала его пять, а то и шесть раз. Власти города, в свою очередь, тоже способствуют сокращению очереди в детские садики. Ремонтируют здания и корпусы, пристраивают помещения для групп. Создают группы временного пребывания и строят новые помещения. Совсем скоро в Анапе построят новый детский сад на 100 мест.